Всем привет! Привет! Вы знаете, иногда хочется какой-то авантюры. Или вообще последнее время приходим к мысли, ну или я прихожу, или мы вместе, то что рыбалка без авантюры уже как-то... Не рыбалка. Видите, да, тоже нормальная рыбалка. Ну просто вот когда есть возможность устроить авантюру, мы ее решили в общем-то устроить. Совершенно как бы случайно, спонтанно, буквально за два дня решили и поехали в Воронеж, в Ново-Воронеж из Белгора, это 270 километров, чтобы поймать рыбу, которую мы никогда не ловили и которую, возможно, не поймаем сейчас, потому что еще не сезон, но тем не менее мы попытаемся. Причем ночевать мы решили со Златой в машине. У нас сегодня будет рыбалка с ночевкой в новом месте, в котором мы когда не были, на рыбу, которую никогда не ловили. Короче, сплошная авантюра. И, честно говоря, мне это нравится. Надеюсь, Злате тоже. Да? Да. Ну вот, видите. Так что давайте посмотрим, что у нас в итоге получится. Специально вышел показать вам поближе, да и самому интересно глянуть. Ни разу не видел атомную станцию настолько близко. Впечатляет, конечно. Вот еще, Злате, надо где-то попробовать встать, если это вообще возможно. Думаю, может быть, сегодня домой поедем уже, да? А там дальше что, не проехать? А я думал, здесь можно проехать дальше. Думаю, может быть, здесь можно проехать дальше. Так, все. Мы, наконец-то, на месте. Мы, как обычно, выехали ближе к 11. Ехали 3,5 часа, еще час искали. Но, в общем, все как всегда. Вот здесь вот. Ну, вот тут нашли вроде красивое место. Ловить будем вон там. А лагерь, соответственно, наш будет здесь. Вы спрашиваете, в кого Глеб такой прожорливый? Вот Злат стоит уже с пирожками. Из-за того, чтобы... Даже сейчас Инстаграма нет. Что она там смотрит, непонятно. Ну, а это вот мы сегодня... Мы сегодня спим в машине. То есть, каким-то образом мы вот это все... И это все будет чисто. Мы там вдвоем заляжем. Да. Еще у нас есть бутылка портвейна. И это радует. Все, можно рыбу не давить. Да, время остается немного. Давай пойдем уже попробуем. Да, я тоже кофе хочу. Делают закон. Делают закон. вот здесь какое интересное сочетание красоты природной и в целом красоты техногенный не знаю тут солнце светит насколько это видно но все же атомная станция это как бы вершина творения рук человеческих и разума но все здесь приятно я хотя я бы предпочел атомную станцию все-таки убрать и оставить только природную красоту ну и злату тоже лишь чем ловить мы решили со златы сделать уборку вот смотрите вот сколько это то есть это чисто вот ну хотя бы просто чтобы самим было приятно ну что такое как так я вам сказать что это не самое грязное здесь место те места которые мы были они просто жесть люди ну просто вот убирайте за собой ну даже сказать вот нечем такая уже такая же очевидная вещь до до приходит и потом в этом срочи сидят это вообще удивительно просто я вот сижу пью кофе и как бы пытаюсь сказать что-то умное вот уже несколько раз и ничего не приходит этот про птички про весну были на самом деле просто просто кайф сидишь и все отдыхаешь солнышко светит тепло сейчас еще половлю и руки не будут мерзнуть и вообще ничего не будет мерзнуть наконец-то весна пришла я не знаю я очень доволен что мы 270 километров от махали тут еще наверное 30 только вот так вот вокруг пока нашли место но я не знаю класс сейчас еще злата если поймаем теляпию нажарим теляпию если не поймаем теляпию то лучшая рыба это колбаса злата набрала там собой и в общем у нас уже такое часто мы набираем еды а половину возим доволь не знаю сейчас надеюсь что еще пару часов половить хотя бы просто понять что здесь как основную ловлю я планирую завтра с утра потому что вряд ли удастся выспаться мне кажется и можно будет нормально вот утром уже и на фидер я взял попробую но посмотрим на что она будет у нас каждый раз страх у нас всего одна бутылка портвейна поэтому утром нормально будет жарко и хочется домой я думаю что она самая фишка это на второй день когда остаешься когда на два дня просто никуда не нужно спешить ты знаешь что домой не видишь ты идешь и занимаешь ты можешь днем прийти поспать но мне кажется вот это главное короче начинаю подготавливать снасти я не помню говорил или нет буду ловить сегодня на некое подобие от в одного потому что ну теляпию по крайней мере по словам друзей так ловить лучше всего особенно сейчас когда она не сильно активная а потом она ну когда теплая вода она ловится там и на ультралайт и на джиг на простой чем на все что угодно сейчас нужно отводной причем с кукурузой единственное что отводной я не буду использовать а буду использовать оснастку которую как мне кажется я сам придумал называется на drop of rig я про нее видео уже выпускал осенью и сейчас сильно останавливаться не буду потому что не на самом деле я ее полностью переделал с того момента вот реально я короче мне кажется я пришел наконец-то к тому чему нужно и лучше я более подробное видео чтоб сейчас время у себя же не забирать я выпущу на втором своем канале который посвящен обзором ну и полностью всей технической части спиннинга ссылку на него я оставлю и касаемо обзоров в этом сезоне сотрудничаю с фирмой аккума и буду делать обзоры на их спиннинги сейчас у меня в руках кстати тоже новый спиннинг и не знаю насколько он новинка или нет атаку мы называется аларис 270 515 ну как раз таки специально для берега взял то чтобы кидать подальше и можно было нормально работать легкими весами на отводной точнее на drop of rig чем спиннинги аккума мне уже импонирует то что они бюджетные даже несмотря на то что вот это сейчас доллар скачет они как бы по нормальным ценам да у меня в основном всегда были обзоры дорогих или очень дорогих палок а бюджетного сегмента не было и вот в этом сезоне у меня он будет наконец-то я на самом деле этому рад особенно учитывая все вот эти вот ситуации с долларом ну непонятки потому что сейчас дорогие спиннинги да и даже среднего бюджета становятся какие-то космические дорогие просто ну большинство людей да и я в том числе уже начинаю прям когда эти цены видеть начинаю немножко пускать мужскую слезу скажем так ладно давайте я буду собираться потому что действительно у меня сейчас уже не хватает времени сейчас собрал оснастку и подумал от зачем посвящать и целые видео она же простая как пять копеек вот посмотрите как она получили надеюсь что вам видно тут солнце светит так что мне ничего не видно короче простая струна два стопорка грузик это все дело перемещается по длинному поводку ну пусть метр там неважно 80 сантиметров и все соответственно можно этот грузик переместить по этому поводку самому крючку это получится типа джигрига что-то и с другой стороны можно всегда отодвинуть этот грузик на нужное расстояние получить классический отводной чувствительность отличная должна быть потому что все напрямую привязана опять же длину поводка я взял готовые можно сделать два раза меньше и в общем творчество одно творчество вот и вся собственно оснастка максимально универсальная что это такое здесь нами коряга максимально короче универсальная получается можно всеми способами практически ловить а я даже не снял в этот блистер со спиннинга солнечные очки тоже забыл оснастку сейчас использую кукурузу мне сказали что по холодной воде лучше использовать вот кукурузу может для парыша я потом конечно попробую классический джиг но для начала вот сразу решил чтобы максимальная эффективность была да да мы тебе потом половить кстати катушку тоже поставила кума это helios sx уже обновленная версия тут ручка изменилась ну по ним у меня тоже обзоры будут и соответственно эти катушки дешевле чем дайва и шимана у меня тоже будет на них много разных обзоров в этом году крайне мере на основные серии люди сидят все в основном с донками но они сидят я так понимаю на карповых 10 карась и сазан есть с теляпии пока непонятно потому что опять же чуть вода должна потеплеть может быть у златы легкая рука сейчас она попробует я увеличил вес до 10 грамм сейчас ей пару опарышей может быть по логике вещей то рыбы должна питаться чем-то таким по холодной воде ой белковым может быть сработает опять же про теляпию и не так много знаю надо будет силикон попробовать лайка нам тенишку помогу то есть спиннинг длинный и этот смотри проводка значит какая то есть ты ну так спиннинг вниз и ты знаешь что так вот легонько подергиваешь делаешь паузу подергиваешь и делаешь паузу можешь иногда просто так пропал проволочь и паузу это в общем-то и вся ловля я буду загорать а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какая красота у нас тут получилась. Мы прям вообще оформили все. Единственное, что, конечно, холодновато. То есть мы посидели на улице, но мы устроили вот такое вот маленькое, уютное, семейное гнездышко. А вообще про Злату я должен рассказать один секрет. Ну, наверное, потом, когда выпью, потому что она тоже выпьет, и меня не будет бить. Кстати, сейчас звонил доктор Зай, я думаю, вы все его прекрасно знаете, и мы с ним завтра договорились встретиться и половить вместе. Он здесь бывает часто, потому что он живет в Воронеже, ему ехать всего лишь 45 километров. Поэтому он знает здесь места и сказал, что, короче, покажет место, где с наибольшей вероятностью сейчас можно поймать эту самую теляпию. Мы будем надеяться, что все получится. Ну, а сейчас у нас Злата уже на меня, на самом деле, ругается по другому поводу. Я и должен помогать сейчас готовить. У нас будет много всего, да? Опять? Размечтался, ты размечтался. Ладно, ладно, я это все покажу тоже. Ладно, 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 ладно. У нас тут все в самом разгаре, точнее уже близится к своему завершению. Грибочки и купаты, кажется, да? Или чевапчичи, кто их поймет, в чем там разница? Кстати, да, интересно, ты знаешь, в чем там разница была? Там чевапчичи, по-моему, без оболочки. Да? А, нет, а... Да, какие-то есть без оболочки. По-моему, они называются по-другому. Хотя... У нас сегодня вообще обширная развлекательная программа будет на вечер. Вот видите, уже все готово. Мы посмотрим фильм, сериал точнее. Выпьем Портвейна. И, я думаю, с ним сном младенца. Цеф. Злата, ты и рада сбежать от детей? Да-да-да. Так вот, страшная тайна про Злату, в общем-то, не совсем тайна и не совсем страшная. Просто под некоторыми видео вы мне пишите то, что я Злату тащу на рыбалку, она несчастная страдает, ей тяжело. Что Злата наш идейный мастер и локомотив практически всех выездов семейных и рыбалок с ночевкой. Это вот сто процентов. Злата, подтверди. Вы не представляете, как сложно его вообще вытащить куда-то. Да, я человек, казалось бы, ну тяжелый на подъем, но вот такой я, не знаю, тяжело мне. Злата же, она как электроенник. То есть, я на рыбалке иногда бываю именно потому, что она меня туда затащила. Я не хотел, но она затащила. Но наоборот не бывает никогда. Когда она не хочет, ее никуда не затащишь. Вот-вот простая правда жизни и правда про Злату, да. А то мне даже как-то обидно. Вы мне пишите, что вытащил жену, она мерзнет. Да фиг там, я вообще как бы, я сам мерзну, страдаю, а она тут кайфует. Вот так и живем. Нет, вот 100% правды и ни слова неправды, да. Вот так. Злата, я уже есть хочу, честно. И, кстати, насчет еды тоже. Часто мне пишите, что, Настантин, ты там еду показываешь. Да какая рыбалка без еды может быть? Я вот у кого не спрашиваю, что в комментариях другие люди разве. Я у кого не спрашиваю, друзья, все говорят, типа, да уж на рыбалке пожрать это святое. Как на рыбалке не пожрать? Может, конечно, я много ем, ну, блин. Мне хочется и аппетитно есть, и аппетитно это показывать. Аж вурчит уже в жевать. Ну как вот это можно не показать и не поделиться? Хотя это, конечно, издевательство. Не, ну, мне кажется, вот видео с рыбалки, там, это люди смотрят, когда кушают, чай пьют. И, как бы, ну, не знаю, мне лично приятно, когда я кушаю, тот другой кушает. Как-то это даже аппетит, что ли, вызывает. Единственное, что сегодня у нас довольно простая, как бы, ну, маринованные грибы, покупные чего, птичьи. А завтра покажу вам интересный рецепт, утренний, так сказать, чтобы взбодриться. Ну, это будет уже завтра. Ну что, ваше здоровье. Мы сейчас со Златой будем фильм смотреть и ложиться спать. Ну, а с вами увидимся уже через пару секунд утром. Ой, глянь, тут носки крупным планом. Кошмар! Простите, когда-то не подумали. Бигфут. Бигфут. Бигф. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мой рецепт. Он из категории «Как сделать невкусное вкусным» или, скажем так, «Не такое вкусное очень вкусным». Вот это, наверное, будет правильнее всего. Вы не поверите, но подсмотрел я его в японских видео. Еще два года назад, когда первый раз увидел, решил попробовать, и с тех пор по-другому я, в принципе, стараюсь не есть этот продукт. Рецепт максимально простой, максимально быстрый, потому что в его основе лежит лапша быстрого приготовления. Любой фирмы, доширак, ролл, неважно. Важно другое. Важный ингредиент. Вместо воды заливаем его томатным соком. И все. То есть томатный сок доводим до кипения, как обычно лапшу заливаем. Сверху единственное, что кладем сыр, он прикольно расплавляется, и, соответственно, зелень. Но это в идеале, да, то есть если вот как бы рыбалка планируется затяжная, ты это с собой все берешь. Ну, еще, конечно, какой-нибудь колбаса или мясо. Получается изумительно вкусно. Я вот просто словами не передать. То есть это блюдо, которое реально насыщает, не знаю, мне хватает почти на целый день. То есть обычный, казалось бы, лапши с томатным соком. Ну, и это прям вот действительно вкусно. Ну, как тебе, поделись впечатлениями. Злата первый раз, кстати, пробует такую штуку. Я ей рассказывал, но вот первый раз для нее сготовил. Было сложно, но... Ну, как? Ты мне даже, да, слово ставит. Вкусно? Ну, вкуснее, чем обычно? Нет, вкуснее, да. Да, определенно, как бы, что это, Роллтон или... Доширак. Доширак приобрел новый вкус. Не, вкусно. Реально. Ладно, звонил уже доктор Зай. Блин, я, наверное, весь чумазый. В общем, мы сейчас доедаем, быстро собираемся и ловить. Потому что он уже вроде теляпию поймал. А значит, может и у нас получится. Все, мы уже собираемся. Складываем спальники. И хотел про них пару слов сказать. У нас два одинаковых, различающихся по температуре от вот этой вот компании. Не рекламы ради, а просто потому, что они охрененные. Это уже вторая наша с ними ночевка. Первая была в минус 20, сейчас минус 1 ночью был. И вот ночью было настолько тепло, что даже я его не застегивал. То есть мы использовали просто как одеяло. И то было жарко, мы из них вылазили. Ну, по крайней мере, я точно. Короче, реально рабочая штука. Это даже не спальник, это вот кровать. Она такой толщины. Не знаю, я просто вот реально в восторге. Лучше, наверное, из тех спальников, что у меня есть. Особенно учитывая мой рост. Это реально спальники на высокого человека. То есть я со своим двухметровым ростом вмещаюсь туда полностью. А таких спальников на рынке не очень много. Короче, берите на вооружение, прямо вот реально. Я за них, как бы, как там у Тинькова, за качество отвечаю. Хотя я их произвожу, никакого отношения к ним не имею. Интересный город. Вообще интересный город. Новый Воронеж нравится. Чистенький, хороший, просторный такой. С причала рыбачил апостол Андрей, да? А я сапоги забыл. Молодец, если ты надо, я тебе дам. А размер у нас, привет. Не переживай, у меня 45-е сапоги. Да. Это Злата. Я, Костя, Злата. Ты посмотри. Ну, это второй заход. На первом заходе мы столько, трех? Четыре. А, вот она. Ну, Сашка еще одну упустил. Ему пакета. Это цихлиды, да, судя по всему? Семейство цихлид. Да. Злата, не? Злата. Я вон сунул, вроде не жрет. Злата, злата. Да, и хорошего размера, как по мне, да? И причем ведешь еле-еле. Да. То есть прям ведешь, вот закинул, и прям полуборота. Пауза, знаешь, так постоял, опять полуборота, опять пауза. Вот я стою по телефону, разговаривал, я вот стою, разговаривал. Ага. И так же, тык, тык, вот, есть. Дай ключи. А этот на кукурузу, не? Вот люди сидят, ложат, на гороху на кукурузу. Сазанчик. Сазанчик, карасик. Сашка карасядного поймал на микрофон. Пойдем, что, ка секунду? могу на да я с удовольствием да я могу и злату пересадить но я обещал ее пересадить после 100 километров хотя короче мы там переночевали в машине все это утром собираемся ребят с автоматами гроссгвардия человек десять булин глин какие здоровые елки-палки огромные как держать за рыболовный газет покупайте вот хотя бы забрали недорого стоит у меня этих запродников я их просто может тонкие носки вода очень да сейчас я попробую а там можно и вообще штаны сниму не то в термухе чуток маловато ну терпимая думаю дед моза и его заяц водичка это теплая в принципе можно портки скинуть да вперед ну да да а это вот забор куда нельзя заходить до тут смотри смысл в туши она вообще любит очень так а что мне там узелок что ли какой-то просто я даже опустил сделал вообще такую паузу буду твою проводку смотреть была поклевка вот здесь в ближней зоне она такая некрупная попадается подальше кидаешь там статьи такие неплохие за такой нормальный старин а он мужик на лодке я думал на лодке здесь нельзя так вот у меня кажется первая рыба вырубилась камера батарейка кончилась и как всегда какая-то что это вообще такое да уж да нет жалый крючок ему уже сто лет здесь хорошая тварь ничего себе что там за кабан такой ничего себе слушай я уж не знаю что там за размер и надеюсь что не с ладошку не ну реально просто удочка достаточно мощно это хоть и до 15 японский бог нихрена себе вот так вот так у нас товарищ константин вот она ни фига себе вот так вот красиво теляпия надо суши давай пакет я хотел бы сожрать об этом и речи я думаю для чего и выбрал пакет я ни разу не кушал но ряд вкусно говорят а ты тоже не пробовал а у меня лично какие-то неудачи мы уже полчаса пытаемся что поймать но нет ничего я так понимаю именно вот дело в стаи до стая подошла бах 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 да вот что я подходит поклёвки есть потом как и полу не понимаешь и не какие-то может одиночные там гуляют ну то есть она не привязана ни к местности ничему гоняет туда-сюда так дубль 2 у меня был обрыв переделал отводной сейчас попробую как раз таки кукурузу и попробую опарыш посмотрим что получится из этого у меня сейчас отводной уже классический полтора метра ну не метр короче сейчас видимо дело пойдет если следующий раз поеду вообще возьму 0 4 шнурок чтобы кидать вообще максимально просто далеко еще одна и стоило по ныть немножко пожал тут тоже хорошая рыба судя по всему так в этот раз я подсадил опарыша не знаю но пару проводок пустых и третья хотел рассказать вам одну историю но как-то зарыбачился и забыл поэтому рассказываю сейчас закадровым голосом дело в том что у этого водоема а это водоем охладитель атомной станции очень трагичная и интересная история дело в том что однажды когда было жаркое лето в нем сварилась вся рыба имеется в виду хищная то есть в нем жили судак щука теляпия окунь наверное а так как это водоем охладитель то есть он реально охлаждает контур ядерного реактора температура в этом водоеме намного выше чем в любом другом водоеме то есть зимой даже когда минус 20 он не замерзает совсем и вода там порядка плюс 12 и как итог если лето жарко и жирает стоит продолжительное время температура в этом водоеме достигает каких-то совершенно невообразимых градусов которые губительны для практически всей рыбы плюс еще отсутствие кислорода выжила в итоге только теплолюбивая теляпия которая является одной из самых пожалуй неприхотливых рыб ну естественно выжил карась который еще более неприхотлив и выживает вообще казалось бы где угодно там еще какие-то карповые кажется рыбы выжили но вот эти вот два жителя там точно остались касаемо того как и на что ловить теляпию как оказалось это дело в общем-то несложное но в разное время года оно происходит по-разному хотя в целом в целом плюс минус одинаковое вот сейчас мы были в самом начале сезона когда еще вода холодная но имеется виду по меркам теляпии она держится только в одном месте там где теплый канал переходит в холодный так как это водоем охладитель у него есть два канала то есть теплая вода которая вытекает и потом холодная которая затекает обратно в атомную станцию вот сейчас теляпия держится только в одном месте потом когда сезон будет разгораться вода будет прогреваться теляпия рассредоточится ее можно ловить будет не только на отводной, но и также на микруху и, в общем-то, на все, что угодно. Также ее успешно ловят и на фидер, и, по-моему, даже на поплавок. В качестве приманки, если мы говорим про ловлю на спиннинг, отлично подходит вся микрушная резина, на которую я, собственно говоря, сейчас и ловлю. Помимо этого, теляпия отлично ловится и на кукурузу, и на опарыш, и я уверен, что вообще на все, что угодно, потому что эта рыба настолько всеядная, что, в общем-то, я так понимаю, не будет брезговать ничем. Мы тебя на углу и поймали. Опа! Слушай, в то же место кинул наискосок, и вот она, там стая стоит. Может, ты закинул? Вон, грубо говоря, оттуда. А мне тоже показалось, что вот там вот очень... Ну, плянь, сразу вот вторая эта, и вот она. Блин, ребята, какая она сильная все-таки. Этическая вываживая. Камера садится у меня. Дождь, я тянешь. И я пью. Я же тебе говорю, видишь, она не клевала, не клевала. Видно, стая подошла и висит. Смотри, у меня сход, у тебя поклевка. Вау! Ничего себе! А ты вообще монстр! Блин, пираньи сюда надо запустить. Вот она, вот она, вот она, красава! Молодца! Вот видите, я, знаешь, правду горел. Доктор Зай научит. Есть! Ну и все. Это будет сегодня последняя рыба. Едем домой уже. Ребята собираются. Вейдерсы надо отдать. Стилавлю в Вейдерсах 43-го размера. Тяжеловато, но нормально. Тоже хорошего размера. Ух ты! Блин, ребята, какая она сильная. Я не знаю, она тут взвесит. Не представляю, сколько она есть. Но по ощущениям, что рыба вот такого размера, это до 500 грамм. По сравнению, уху никакой не сравнится. И щука такого же размера тоже. Да, это, я думаю, до 500 грамм. Грамм 400 я бы дал, судя на руке вот взвешиваю. Ну, честно скажу, эмоции через край. И вообще от всего. Не только от теляпии, которая удивила при ее небольших размерах. Ты взвешивал, да? 400 грамм. Это вот у нас максимально. Твоя где 450-500. Короче, моя самая большая по ходу такого же размера. Ну и вообще от всего. И от атмосферы, и от дружеского общения. Рыбалка получилась просто. А мы в шоке от того, что приехали белгородцы и научили ловить теляпию. Сами научили. Ну, правильно. Чтобы научить других. Не, или как. Хочешь научиться сам, научи других. В принципе, да. Так что, вот такие дела. Ладно, парни, спасибо вам за науку. Давай. А то я, честно говоря, уже, если бы не вы, скорее всего, я бы уехал бы там. Я был, знаю, что там есть. Вы половили, что, нормально. Вообще отлично. Все довольны, все отлично. До новых встречи. Пока-пока. 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 Пока-пока.